Вопрос, зачем СВТО постоянно топят за очень странные правые партии, к примеру, это АДГ, которая является пропутинской, один из лидеров партии, вообще считает сегодня Россию моделью для наследования. Это глупость полная, на самом деле, это часть и кремлевской пропаганды, вы повторяете, и, конечно, леворадикальной пропаганды, потому что если нужно искать агентов Кремля в немецкой политике, то, наверное, большего агента Кремля, нежели Ангела Меркель, нежели Шрёдер, нежели министр иностранных дел Австрии из правящей либеральной партии, которая буквально сейчас живет в России. Вот они, агенты Кремля, вот так они выглядят. Ангела Меркель подсадила Европу на путинскую энергетическую иглу, она это сделала, а не альтернатива для Германии. Альтернатива для Германии – это оппозиционная в рамках Германии партия, которая пытается предотвратить ту катастрофу, которая как раз с помощью Кремля зачастую устроила партия Шольца, социал-демократы и, соответственно, христианские демократы устроили. Поэтому нет, вы просто повторяете абсолютно протокандистские кремлевские тезисы, точно так же, как демократы в 2016 году повторяли кремлевские тезисы о том, что Трамп – это агент Кремля. Просто давайте верну вас в эту историю, чтобы вы вообще понимали, насколько Кремль на самом деле эффективно работает в медиа. Весь скандал про Дональда Трампа, о том, что он якобы находится под контролем Кремля, что он якобы получает оттуда помощь, сливы и какую-то информацию, была буквально кампания дезинформации кремлевского чиновника. Вот этот человек, который буквально сфабриковал дело Стила, легло в основу истерии, которая продолжалась в Соединенных Штатах последние 10 лет, когда про Трампа говорят, что он якобы выгоден Кремлю. К Трампу всегда был не выгоден Кремлю. К Кремлю было выгодно, чтобы вы считали его таким демиургом, который может назначать иностранных президентов. Вы купились на эту кремлевскую пропаганду, купились ее настолько, что проморгали настоящих кремлевских агентов. Как, например, автор досье Стила был буквально кремлевским агентом. Загуглите, если эта история прошла мимо вас, это фантастика. Как буквально кремлевским агентом был министр иностранных дел, отправящий либеральные партии Австрии. Как Ангела Меркель на протяжении десятилетий проводила выгодную Кремлю политику на территории Европы. И помним все знаменитые, знаменитый фрагмент, когда Трамп пытается Германию предупредить, что они находятся в глубокой зависимости от Кремля, да, и его высмеивают буквально. И вы эту кремлевскую пропаганду сейчас повторяете, ну, избавляйтесь скорее, вы чего. Ну, с Трампом история понятна, в принципе, там просто в АДГ много есть представителей разных групп, скажем так, и есть симпатизирующие России, которые откровенно, в принципе, вправду любят Путина и так далее. Такие группы есть, для них Путин носит инструментальный характер, просто потому что это удобный жупел против местных политиков. Главный вопрос, которому нужно задаваться, кому выгодно, чтобы в Европе были этнические бунты. Кому выгодно, чтобы европейская цивилизация увидала. Кому выгодно вот это вот нашествие иммиграционное, которое приводит к росту преступности, к росту воровства, разрушает общество доверия, повышает уровень насилия в Европе. Это все выгодно кому правильно, Владимиру Путину, который на этом фоне, на фоне этой чудовищной катастрофы, может делать вид, что в России все не так плохо. И успешно делал до войны, на самом деле, даже во время войны, видите, у него получается неплохо, потому что когда у вас в стране проходит буквально про-игиловские митинги или про-хамасовские митинги, действительно, люди начинают смотреть в сторону путинской России. Это выгодно Путину, это выгодно Сидзенпиниу. Поэтому очень странно в этом контексте рассматривать антииммигрантскую партию, европейскую, которая потенциально может выровнять эту ситуацию, которая потенциально может сделать европейский проект снова привлекательным, а обвинять в симпатиях Путину там, где в интересах Путина работают все леволиберальные партии Европы. Света, в курсе, что АДГ называли СС хорошими людьми? Я не знаю, но это к вам вопрос по поводу АДГ. Ну, там есть какие-то альтрайты, у них там разные, но я не знаю, кто там это говорил. Есть, я побоюсь, как бы, не хочу никого обидеть, да, но в курсе, что и в Азове такие люди были. Ну, поговорили. Нет, вопрос именно в поддержке, насчет поддержки АДГ и всего этого дискурса. Нет, но тут же тезис в том, что якобы АДГ, он какой-то более пропутинский, чем был режим Меркель, но это смешно. Если ваш единственный аргумент это то, что кто-то в АДГ поддерживал СС, ну, в таком случае, главные агенты Путина на Украине это Азов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому